Ну и вне заявки оставались Александр Бурмистров и Фёдор Малыхин. Малыхин сегодня не сыграет, а Бурмистров возвращается в состав. Костанов делает себе за спину передачу Антон Глинкен. И бросок с хода. Не получается. Ударя на Куинта. Ложит в отшип. Небольшое преимущество по броскам у казанцев вот к этой минуте, задолго до окончания первого периода. Шайба не дошла. Блокирован бросок. Кстати, по блокированным броскам соотношение. Ух ты, Гарнетт забирает шайбу. Да, чуть-чуть не хватило здесь Артема Лакаянову. Совсем малость. На грани фола практически сыграл 63 номер. Лакаянов. И даёт ему Губриев. Возможности выйти на ударную позицию. Передача, бросок, поворотом. Какой момент. Вот это да. Ну давайте смотреть, куда же Свитов попал. По-моему, то ли в край ловушки, то ли всё-таки в перекладе. Здесь, может быть, наверное, всё-таки в перекладе. Но и здесь отскок. Вроде бы шайба опять летела к Свитову. Но махнул, мимо не легла, что называется она на крючке. Нет, нет. Это Майкл Гарнетт. Вот здесь прекрасно всё видно. Майкл Гарнетт. Показаться, что был гол, но нет. Оптический обман, как говорится. Атюшов, бросок, мимо. И здесь не удаётся сразу же отправить шайбу в створ. Хоть там и с очень острого угла наносился. Бросок, шайба в воротах. Ну вот и Дэрон Квинт. Отметил юбилейный свой 250-й матч за трак. Его автор. Впрочем, пятая шайба Квинта в большинстве в этом сезоне. Францис Паре ему ассистировал. Там незадолго до этого. Не устоял на ногах Глухов. И, в общем, именно он там шёл на Дэрона Квинта. Но вот нескольких. Вот сейчас у трактора будет возможность отвечать сопернику. Контратакля. Ошибка, бросок, поворот. Там Мартин Ружечко имел великолепную возможность сделать счёт 2-0. Ну а мы смотрим повтор эпизода, когда могли отличиться. И вот момент у трактора. В общем, моментов было предостаточно. Третьего периода 1-0. Трактор впереди. Вы видели мы такие заброшенную шайбу. У Каянов достаточно жёстко действует против соперника. Шайба в воротах. Александр Свитов принимает поздравления. 1-1. Отыгрались казанцы. Вот в этом эпизоде. У Каянов очень жёстко сыграл против соперника. Но нарушение правил не усмотрели арбитры в этом эпизоде. И у Каянов таким вот образом становится организатором этого гола для Александра Свитова. Свитов простой исполнитель. Скромный трудяга. Который оказался в нужном месте в нужное время. Начал мельчить Ткачёв и забил. Пробивает Гарната. 1-0 в булитной серии. Казанский Акбарс выходит вперёд. В чём-то похожие матчи между этими командами в Челябинске. Равно как 3-го декабря, когда тоже довели... Приняслав Чистов. Забивает. Обыгрывает Нильсона. Находящая Балазейку. Как не пытался там растянуться, вытянуть ногу. Прижаться щитком к штанге. Не удалось сделать это Нильсину. Капитан Челябинцев восстанавливает. Равновесие в счёте. В этой булитной серии. Но, тем не менее... Всё зависит от Чистова. Точнее, может зависеть. Забивает Станислав Чистов. И капитан Челябинцев приносит победу своей команде. Два очка набирает сегодня Челябинский трактор. Ещё раз смотрим победный булит Станислава Чистова. Переигрывает он. Нильсона направляет шайбу низом в ворота соперника. 84 очка набирает Челябинский трактор. После 58 матчей одерживает свою пятую победу в серии послематчевых булитов.